Привет, друзья! Друзья, вы на канале Свистить, меня зовут Ирина, и это канал Адукадири больше скину, но так как я эту неделю практически не мешала, у меня были гости, я занималась чем-то какими-то другими делами, и этот выпуск будет о еде, что навело на мысль мне снять это видео, потому что недавно я смотрела видео Маринки Прок, и она жаловалась на то, что они вырастили очень много, кабачков и не знают, что делать с этими кабачками. Кто меня смотрит, знает, что я живу в Швейцарии, в итальянском контоне, и мы говорим на итальянском, и мы едим итальянскую еду, и итальянская граница здесь совсем рядом, в супермаркет я предпочитаю ездить в Италию, не только потому, что там два раза дешевле, а еще потому, что там... Ты заходишь, там сидит на кассе пацан 25-летний, и он тебе вместо боджорно синьора, он тебе говорит чао, что значит привет, и ты уже сразу чувствуешь себя молодой женщиной, а не боджорно синьорой, и все твои года падают на твои плечи. Ну, вернемся к кухне. Итак, вместо того, чтобы выращивать на даче, кто выращивает кабачки, в Италии очень популярное блюдо есть, они готовят цветы кабачков. Я покажу вам, как это выглядит, это выглядит в магазине, это выглядит вот так. Вот продаются такие цветочки, это они не дают им сформироваться в плод, и они снимают эти цветы. И эти цветы, они жарят в планировке и едят как антипаста. Антипаста это закуски. Подают к оперативу, либо просто едят как закуски. Их можно жарить просто в планировке, сами по себе цветы, либо их можно фаршировать. И сегодня я хочу сделать часть цветов, просто в планировке пожарить, и часть цветов фаршировать рикоттой со шпинатом. Рикотта это мягкий творог, кто не знает. И смотрим, как мы это будем делать. Приятного просмотра! Для начала мы помоем наши цветы и обсушим их на бумажном полотенце. Ну, можно и на нормальном полотенце, оно тоже прекрасно сушится. Ну, и пока наши цветы сохнут, приготовим к панировке. Тарелки, конечно, можно взять поменьше, просто у меня меньше тарелок нет. И все очень просто. Самая обычная панировка. В одну тарелку мы кладем немного муки. Это будет у нас первая тарелка. В третью тарелку мы кладем немного панировочных цеховей. И в среднюю тарелку мы разбиваем пару яиц. Ну, у меня цветов много, поэтому я беру два яйца. Все зависит от вашего количества и от размера яиц. Яйца, они уже маленькие у меня. И кроме яиц сюда добавим соль. Немножко перчика. И я добавляю вот это итальянские травы. Здесь у нас базилик, розмарин. Если у вас есть свежие, вы можете добавить свежие. Я не хочу заморачиваться, у меня есть свежий базилик, но я не хочу его резать. Я лентяйка. Вот так. И все это хорошенько гребешу. Чем мне нравится итальянская кухня? Не надо заморачиваться, все очень быстро и просто. И не надо стоять часами за плетой, как у нас это принято. Так, сейчас перемещаемся к плите. Итак, разогреваем нашу сковородочку. Добавляем туда растительного масла. У меня подсолнечное, но можно в принципе любое растительное масло, за исключением оливкового. Кто не знает, оливковое масло лучше не разогревать. Оно становится токсичным. И поэтому в Италии не жарят на оливковом масле. Есть специальное масло, так и называется, для жарки. Ждем, пока у нас разогреется масло. Берем наши цветочки. И так как первую партию мы будем жарить цветы без фаршировки, мы выбираем такие маленькие, аккуратненькие цветочки. А покрупнее оставим для фаршированных. И все очень просто. Мы обваливаем сначала в муке. И потом мы обваливаем это в яйце. Я сделаю это пинцетом. И потом мы обваливаем все в панировочных сухарях. Наше масло разогрелось уже. Надо поставить не очень высокую температуру, наполовину. Потому что они жарятся очень и очень быстро. И продолжаем. Побыстренько нам надо все эти цветочки делать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие у нас красивые цветочки получились в панировке. Это без фаршированного фарширования. А оставшуюся половину цветов. Смотрите, какие они красивые, большие. Я их оставила специально, чтобы фаршировать. А фаршировать я буду рикоттой и шпинатом. Шпинат я беру замороженный. Можно взять, конечно, и свежий. Нет проблем. У меня замороженный шпинат уже с моцареллой. Я возьму совсем немного. Здесь у меня 450 грамм. Я грамм 100 возьму шпината и остальное рикотта. Потому как я все-таки хочу рикотту со шпинатом, а не шпинат с рикоттой. И сейчас мне надо разогреть будет этот шпинат. Размороженный шпинат и потом я его смешаю с твороглумом. Итак, у нас готов шпинат. Я его разогрела. Я сюда добавлю рикотты. Здесь у меня получилось грамм 100 грамм. Для пикантности я добавлю 1 зубчик чеснока. Немножко соли. Немножко перчим. Хорошенько перемешиваем. Вот такой у нас должен получиться. Берем цветочек. Видите, он как рюмочка открывает. И наполняем. Вы напомнить можете чем угодно. Я, например, в ресторане в одном ела. Очень было вкусно. Потом вот так берем. И вот так вот его закручиваем. Закручиваем этот цветочек. Закрываем как будто. Вот, готово. Берем следующий. И фаршируем следующий. Так же точно. Я в ресторане в одном ела. Там была семка с творогом перемешанная. Больше творога, чем семки, конечно. Но, тем не менее, было очень-очень даже вкусно. Я думаю, с мясом здесь не пойдет, естественно. А вот такое, с творогом всякие разные, другие, к творогу, что подходит. Вот здесь у меня прорвалась дырочка. Ну, ничего страшного. В панировке оно потом все закроется. Ну, и продолжаем таким образом фаршировать все наши цветочки. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok маслом. Панировка та же самая. Мука, яйцо и панировочные сахарии. Яйцо, соль, перец и травы, итальянские травы у меня здесь. Берем наши цветочки и обмакиваем в муке. Отваливаем яйцо и отваливаем в панигурки. Отправляем на сковородочку и так далее. Музыка 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 И вот в результате, как получается, фаршированные и не фаршированные. Мой муж предпочитает не фаршированные, он говорит, что вообще неправильные. Вот такая у нас закуска получается, очень вкусная. Разрезаешь аромат чеснока, естественно, потому что достаточно много я положила чеснока. Если кто не любит, без чеснока будет тоже бегать. Ну вот, друзья мои, альтернатива кабачкам. У кого есть возможность, я не знаю, в продаже в Украине я не видела цветов, но у кого есть огород, можно сорвать цветы, не дожидаясь кабачков, и поэкспериментировать. И пишите в комментариях, понравилось, не понравилось, фаршированное, не фаршированное. Я жду ваших отзывов. Спасибо, пока-пока.